Короче, сейчас опять какие-то подошли два, ну, какая-то пара типа, что ли. Они были прям совсем молодые ребята, и вот здесь искали закладку. Они прям сели, прям под мои окна, я сейчас занимаюсь сольфеджио. Они, короче, подошли, парень в розовой футболке и девка какая-то, все прям такие, прям оба какие-то бомжат, два бомжонка. Вот прям сели на эти камни. И даже не стесняясь, просто встали. Они сидят и под ноги так себе смотрят, смотрят, ножками так расчесывают вот эту травку, которая здесь. Я такой думаю, блин, надо заснять было. Потом думаю, нет, пойду бабушке скажу. Я сказала бабушке, она открыла окно, давай на них орать. А этот парень пересрался, он просто побежал. Наверное, здесь что-то есть. Как думаете, вот если найти? И я не знаю, кто кладет. Вот реально, может быть, те соседи кладут. Может, это мои враги какие-то хотят, чтобы меня посадили. Ну, серьезно, ребят, ну это же вообще кринж. Они сели, они стали расчищать ногами, потом смотрят под ноги, все, ручками там, палочками. Сидят, сидят, чистят, чистят. Я пока ходил к бабушке, говорю, смотри, смотри, смотри. Открыла окно, начала на них орать. Парень бедный подскочил. Он говорит, да мы ищем тут что-то. Я не расслышал, что они тут, короче, ищут. Вот, и, в общем, короче, они убежали просто, сверкая пятками. Блин, реально, надо было заснять на видео. Надо было заснять на видео. Нет, это не они. Не они, нет, нет, нет. Но они, мне кажется, сюда не придут больше. Мне кажется, они не придут сюда. Надо поискать. Слушайте-ка, может, реально где-то здесь что-то? Может, мне тоже заняться этим бизнесом, разбогатеть? Вот, они туда убежали. Они выбежали вон туда, наверное, на дорогу и побежали. Слушайте, ну это не шутки, на самом деле. Говорю, баб, давай участковому так записать. Она в том, что орёт. Почему, типа, кладут около нашего дома? Ну, вот эти закладки делают. Федеральный топ от берёзы ищут. Теперь, видите, раздолбали вот эти камни. Я сейчас спрошу бабушке, это раздолбала она или это кто-то сделал? Короче, здесь. Может, забрать, а? Ну, если мы заберём, наверное, нас самих в полицию дадут. Ну, конечно, это просто трэш. Почему реально вот около наших окон это делают? Почему не... Ой, господи, не... Ну, не где-то там хотя бы на нейтральной стороне, да? Вот хотя бы вот в тех даже вот в кустах, да? Но не под окнами же. Там кусты находятся не под окнами. Прям под окнами, не стесняйся. Может, реально какие-то мои враги? Кто может делать? Всё-таки мы считаем, что это какие-то соседи. Я не знаю. Эти соседи, те соседи, те соседи, эти соседи. Сейчас, не знаю. Мне вот интересно. Может, бабушка сходит, посмотрит, что здесь? Баб, а ты пойди, посмотри, проверь, может, найдёшь, что? Не будешь искать? Маг выращиваешь? Ты думаешь, они маг, что ли, прячут? Они что, ёбнутые, что ли? А, варят. Слушайте, конечно, кринж. Слушайте, ну на это же всё, нужны деньги давить. Это же так дорого стоит всё. Наркота. Смотрите, кто-то ездит, ездит, вынюхивает. Слушайте, сейчас всех будем это здесь ловить, подлавливать. Нет, вот я сидел нормально, глузуново там, лядово пел, фу, занимался своими проблемами, так скажем. Тот сосед, вот тот, орёт того, через дом который. Пойду пить дальше. Слушайте, ну давайте чаю, что ли, попьём с вами. Проводим этот день. Вот не знаю, кто этим замечательными делами занимается, кто проставляет это всё. Не стоя выглядели, что они такие, как это заспано, правда. Купил себе новую вот эту футболку с удлинёнными, видите, рукавами. Они прям висят. Ну, ничего, мне такое нравится. Сейчас чуть-чуть попел, всё, забывается уже всё. Слушайте, я сейчас вот пою эти номера по сольфеджу. Что это такое, я вообще не знаю. У меня такая деградация по музыке произошла. Два года вот вылетели без тренировок, всё. А если бы я ещё не пел бы в церкви, я бы вообще, наверное, всё забыл бы, все ноты. Всенотную грамоту. Немножко пониже опущусь. Вот так вот. Уже ниже опускаться некуда, но... Да, шоколадочку поедим. Я купил три такие шоколадки. Я их спорол. Вот эта третья. Обещал не есть. Я сказал, что у меня завтра УЗИ. Не буду есть. Слушайте, у меня УЗИ завтра. Время уже почти девять. Есть-то нельзя. Не-не, всё, тогда всё. Тогда всё, не буду. Хорошо вспомнил. Значит, чаем обойдусь. Какой-то день такой был, знаете, не очень. В плане погоды. Чё-то всё накрыло как... Ну, то, что накрыло, даже в том-то и дело, что не накрыло, а вот дул, дул. Сильный прям ветер такой. Я прочитал сегодня. Наконец-то закончил все книги по литературе, по теории. Я так написал свой дневник. Не могу приступить. Не хочу из всего писать. Прям не хочу. Короче, я не знаю, как я буду сдавать экзамены. У меня готова только программа моя. Больше ничего. Господи, муха бьётся в окно. Слушайте, ваше предложение. Кто это может быть? Кто? Кто это? Кто кладёт нам закладки сюда? Я говорю, баба, пойди поищи. Она говорит, я не пойду. Ну, на самом деле, правда, если она пойдёт искать, если она найдёт, а ты потом не отмажешься. Но я бы вот на месте бы, на неё я искала, звони в полицию. Потому что реально надоели уже. А вот так, я же всё время ночью возвращаюсь домой. Ну, очень поздно. И вот если, например, здесь кто-нибудь будет сидеть или искать, а ты подойдёшь, а у нас до 11 вечера всегда открыта дверь. Всегда. Если у меня не дома, всегда открыта дверь. Получается, знаете, палка в двух концах. Если дверь будет закрыта, например, вот, ну, калитка вот эта железная заперта, то ты будешь в темноте стоять, но относительно темноти, конечно, она ёбится с ключами, тебе сзади подойдут и по башке шарахнут. Либо дверь открыта. Но она как бы открыта, то есть, понимаете, да, заходи кто хочет. Потому что и дом, соответственно, тоже открыт. И двор открыт, и машина открыт. Всё открыто. Ну, как бы вот у нас так заложено. Ну, не у нас, а у бабушки. Потому что была бы моя воля. Ну, жил бы я один, я бы всё запирал бы, конечно. Потому что я, ну, как бы дом есть дом. И неважно. Потому что я вам не рассказывала ситуацию, значит, такая была у меня каким-то летом. Там, может, года три назад. Я лежу, смотрю, тут какой-то шлак. Наверное, я вам рассказывал. Смотрю какой-то шлак по этому компьютеру, типа, пусть говорят. И у меня на всю гремит она. То есть, там, тю-тю-тю-тю-тю. Ну, вот заставка прям, за всё просто. И я, значит, это думаю. Я один дома. То есть, все ушли. Ну, куда, кто куда, там, по делам. Я лежу один. Вырубил на всю, думаю. Надо потише сделать. И получилась такая ситуация. То ли закончилась программа, то ли какой-то тихий момент в программе настал. в самой, что у меня была возможность услышать, что кто-то у нас по кухне ходит. Я один дома. Я, у нас же всё деревянное. Дом-то развалюха. И слышно, особенно, когда кто-то вот даже спокойно идёт. У нас трясутся шкафы. Там всё вот это дребезжит посуда в шкафах. Ну, потому что старьё, дом деревянный. Вот, господи, какой-то у меня больной. На самом деле, у меня взгляд не больной. Всё у меня нормально. Просто, может, отцвет такой, ну, уже закатка. Поэтому такой красноватый. Ещё и футболка под цвет моего воспаления на глазах. Какого-то, не знаю. Вот. И, короче, я услышал. А я ж трус-то ещё тот. Я вообще боюсь кому-то... Не знаю. Это как-то вот у меня заведено уже с детства, что я не хочу кто-то стучиться. Я почему-то прячусь. Я шугаюсь и пугаюсь. Это вот с детства. Вот это вот... Я не знаю, почему уже, казалось бы, взрослый, но стучится кто-то тебе и стучится. А я всё время что-то боюсь. Я всё время шугаюсь и всё время прячусь. Ко мне тут, когда я был в Москве у Ирины Евгеньевны, она тоже утром пришла. Я знал, что она придёт, но я думал, что, может, она своим ключом просто откроет квартиру и всё. Она, короче, звонила мне в дверь. Даже не в домофон. Ладно бы в домофон. Она в дверь прям позвонила. У неё ключи-то есть. Она просто говорит, ну, как бы человек в квартире, я же не буду врываться. Вот воспитанный человек. Бабушка у меня бы зашла бы, ей бы похуй было бы. Вот, а она там позвонила. Я так испугался. Я думаю, блядь, кто пришёл, наверное, может, из какого-нибудь там проверка там газа или же чего-нибудь. А я же не в своей квартире. Я ещё что тут буду? У меня так страшно стало. Ну, я открыл, потому что, ну, думаю, господи, ну, кто может там в 11, там в 10 утра прийти? Да, в 10 утра прийти. В такую рань. Ну, думаю. Даже спрашивать не буду. Я не спросила и сразу же открыл. Вот. И, короче, страшно мне всё время. Как-то я шугаюсь даже в своём доме, казалось бы. И, короче, слышу, что кто-то ходит по кухне. У меня сразу страх. Нет бы выйти вот так вот, сказать, ты чё, бля? У меня страх. Я затаился, думаю, блин. Ну, много же разных ситуаций было, знаете. Приходят там в частные дома, там с ружьями кто-нибудь или соседи, недоброжелатели. Хотя у нас всё нормально. Но вы знаете, частный сектор, он и я частный сектор. Поэтому я бы закрывал бы всё. Вот. Была открыта калитка. И вот привычка. Все, главное, уходят, знают, что я сплю и оставляют дверь открытой. То есть заходи кто хочешь. Это сейчас они уже года два-три, ну, года два, да, стали как закрывать. Неважно, даже если теперь у нас это закрывают, даже если кто-то дома есть. То есть, например, если Кирилл сидит дома, он же в наушниках. Он же на нём наушники надеты, он особо не видит, кто там шарится по дому. И поэтому, когда я ухожу, и если Кирилл один дома, я запираю. Если там Кирилл уходит, я один остаюсь дома. Запирает. Мы, наверное, не запираем, тогда это только бабушка у нас. Или все дома, если. Или только бабушка. Даже если, допустим, она останется, я не буду закрывать. Потому что бабушка, она, понимаете, она же хозяйка всего дома. Она то тут, то там ходит. И тем более, я же говорю, ей это насрать вообще. Короче, всё никак недорассказываю вечно. Уйду куда-нибудь. Вот. И, короче, получилось так, что я услышал, что человек убежал к выходу. Он услышал, что он, человек, услышал. Я же не знаю, когда услышал, что у меня тут всё затихло. Наверное, программа у меня просто закончилась. Да, вовремя, кстати. Потому что эта тварь пошла в комнату. Вот. Но просто я таких людей не понимаю. Уроды просто. Это отброски общества, которые просто могут взять в чужой дом и зайти. Нет никого. О, дай-ка я зайду. Ну, это просто воры или аферисты, или мошенники, кто-то, я не знаю. Вот. Короче, и я слышу, что человек-то ушёл. И хлопнулась дверью. Даже хлопнул дверью. То есть человек вообще просто даже... Я думаю, ни хера себе. Я сразу быстро одеваюсь, выхожу. Или я в окно увидел, кто это. Короче, оказалось, это какая-то бабка. Ну, я не скажу, что это не старуха. Какая-то темнокожая, похожая. То ли цыганка, то ли ещё кто-то. Ну, это вот из этих, понимаете. И смотрю, она полетела вот так мимо окон моих. Обосралась, видимо. Значит, оделся, выхожу. Моя дверь нараспашку. Она её даже забыла закрыть. И я смотрю. Ну, пока я собиралась, пока тут то есть пятое-десятое. Она стоит и уже стучит, значит, не соседям, а через дом. Ну, которую собак назаводили и выбросили на улицу. Вот. Я, она, значит... А, нет, даже не стоит, стучит. А тоже дверь вот так нараспашку открыта. Они же, видимо, тоже не закрывают. И никого нет. Я такой стою, смотрю, думаю, ни хера себе. Морозота какая. Она уже туда зашла, в дом. Я просто не понимаю вообще. Значит, она снова выбегает. Видимо, она услышала, что там дома есть кто-то. А там дома был. Там по жизни дома все. Только собаки у них уличные гуляют на улице. А так все там дома все время. И я ей начинаю орать. Я говорю, ты что, залезаешь в дома-то чужие, обалдела что ли? А она такая, а мне вот надо там что-то денег, что ли? Она попросила, короче, попрошайка какая-то. Я говорю, иди нахуй отсюда. Чтобы больше сюда не приходило. Говорит, ты что, обалдела? Вот. Ну, тут вышел сосед, вот куда она заперлась-то дома. Вот что-то там он с ней. Шепота она ему подлизала. Они любят, когда им жопу подлизывают. Им насрать. Когда заходят им в дом, не в дом. Но они любят, когда им жопу полежут, они все там сделают. Ну, я считаю, что... И, в общем, как-то с тех пор, да и вообще всю жизнь как-то я опасаюсь. И сейчас тоже вот увидел вот этих вот гномов-двух. Ну, конечно, я так это... Надо было заснять. Что-то я тупанул. Надо было заснять и бабушку потом бабушке сказать. Но они так и не нашли, что искали. Просто я к чему говорю? Они вот сейчас придут ночью, когда все будут спать. И мы тут рыскаться. А если бы я, например, сегодня бы гулял бы. Потому что завтра я планирую гулять. И чего? Я буду вот так вот наткнешься. Почему ты именно около нашего дома? Вот реально. Почему не где-то там прям... Может, это действительно какие-то мои враги? Враги. Потому что сколько вот домов, да? По сути-то, свои. Сколько домов? Наш, может быть, он самый примечательный. Может быть, он типа желтого цвета. Потому что больше здесь домов желтого цвета нет. Все такие блеклые, какие-то бордовые, зеленые, синие, там, оранжевые. Синие, ну да, так иди. Отколупанные. А у нас желтый дом. Он, наверное, самый яркий. И поэтому, как опознавательный закон, я не знаю. Ну, просто ночь вообще шизал просто. Вот. Так что я бы, конечно, закрывал бы. Закрывал бы все. Ну, сейчас все закрывают. Все как бы, все нормально. Бабуля идет с клюшечкой. Какая-то там. Тоже озирается на меня, все смотрит. Сейчас пойдет. Теперь каждого прохожего думаю, что они какие-то преступники. Ну, реально вот так вот жить, да, это же, ну, страшно. На самом деле, правда страшно. То есть, как бы шутки шутками, но вот это вот говно, что здесь. Ну, они сразу обосрались, бабушка там, крикнула. Вот такие вот дела, мои хорошие. Сейчас у меня вроде более-менее прошла. Прошел бок. Я все равно записался. Я уже сказала на завтра. В 11 поеду. Сделаю УЗИ. Пожалуюсь. Все скажу, что меня беспокоит. И, как бы, может назначить какое-то лечение. Медикаментозно. Хотя я год, полгода назад уже принимал. Я вообще себя ограничил в еде. Ну, сегодня. То есть, я решил больше не есть. Но потом я не сдержался. Думаю, блин, так хочется чуть-чуть пожрать. Я сожрал кусочек пиццы и маффин и чипсов. А потом жалуюсь, почему у меня все болит. Нет, на самом деле, я поел. Кушать надо. Вот меня очень сильно заколбасило. Вы знаете, вот может у вас тоже такое бывает. Когда вы очень сильно хотите есть. И у вас начинаются трясти руки. Ну, начинаются трясти руки. У меня такое начинается. Когда я, например, много работаю. Да, там, будь то вокал или там пою. И у меня начинается, ну, энергия затрачивается. А я сейчас просто лег и за раз прочитал. Я, причем, я читаю вслух. А что-то себе даже поясняю вслух. Я так работаю, потому что я не могу там про себя. Иначе я такой ветреный. И меня что угодно может отвлечь. Я прочитал всю вот эту маленькую книжечку за раз. То есть я обычно там за два-три раза прочитываю. А тут я как-то за раз учитался. Вслух все прочитал. Ну, то есть как бы я сделал какую-то, ну, такую работу. То есть я сходил там, умылся, почистил зубы еще раз. Вот, ну, уж мне надо там было. Вот, и я не ел давно. Ну, как, я с утра только поел. И когда пришел, я не ел ни супа, ничего. Я поел, наверное, я купил себе ананасы консервированные. Три колечка съела ананаса. Маленькую ножку курочки. Бабушка купила курицу-гриль. Пощипала ножка лаваша. И все, и шоколадку пожрал. Вот у меня была вот такая шоколадка. Не целая, конечно. Там было, может быть, пару долек. И я вот и... То есть в основном все перекусывал и кусочничал. То есть основного какого-то питания. Вот, все, за весь день. А утром я поел вот гречу нормально с мяском. И все, перед службой. Больше. И вот эти кусочничал. И меня так стало трясти. Я думаю, не, не, надо быстренько что-нибудь перекусить. Иначе я до ночи не дышу. У меня это прям вот так вот. Вот в таких случаях я ем. Вот как ни крути. И то я поел иду. Хватит. Все, все, все. Миша, остановись. А то я чипсы вот так вот могу разбрать, беру. Еще горсточку. Еще меня прям не остановить. Они прям каким-то свойством владать чипсы. Что я их прям могу есть, 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 есть. Без остановки. Они такие солененькие. Я купил рифленые с лососем. Мои любимые. Вот. Но в таких случаях я, конечно, кушаю. В остальных, если есть возможность перетерпеть, я, конечно, потерплю. Потому что у меня же все-таки день еще не закончился. Мой вечер. Я сейчас буду, начну работать. У меня же самое продуктивное время это вечер. Я хочу сходить полностью сейчас вымыться. Все так же обстричь ногти. Потому что я их так и не обстричь. Невозможно. Они уже как когти отросли. Знаете, как у медведки. Вот так вот. Буду скоро как у крота. Вот. Поэтому не знаю. Надо. Ну, сейчас начнутся у меня все дела. Вот именно сейчас, к вечеру ближе. Я, наверное, лягу где-то, может, в час. Мне нужно себя заставить дневник писать. И знаете, что хотел. Я думаю, сейчас я сделаю все дела домашние. Ну, то есть у меня дневник. Вот это на телефон скинуть. Я же все это сделала. Дневник. Думаю, сейчас надо дневником закончить. И все. И каждый день просыпаться. Начинать утро, знаете, с того, что там, ну, позавтракаешь, все свои дела сделаешь. И занимаешься все утро там музыкой. Понимаете, это такое глобальное, огромное поле для, как бы, не поле, а вот просто большой такой, ну, в общем, колоссальный объем информации, которую мне нужно за вот эту неделю, я уже вам рассказала, в себя внести, что ты, я просто разрываюсь. Понимаете, мне надо и с листа почитать, и пописать диктант, и поопределять на слух, и почитать литературу, подготовиться к русскому языку. Да, там, может быть, какие-то произведения. Ну, я хотела еще тест по ЕГЭ пройти по русскому языку, хотя думаю, что не надо, потому что в консерваторе пишется изложение. Это вообще шиза, я в девятом классе последний раз изложение писал. Вообще ебнутые изложения, я уже не помню даже, как оно пишется. Вот. Так что вот так. И много всего, где ты не знаешь, за что браться. Вот я, например, сел петь с листа. Сначала я, значит, сегодня днем определял на слух интервалы. Я там лежал через приложение, она там все играла, и я уже все путаюсь, у меня уже деградация. Потом я сел за инструменты, у меня есть бумажные сборники, на которых музыка... Короче, с листа читать. Ну, когда у тебя ноты нарисованы, ты даешь себе тоническое трезвучие и читаешь с листа. Вот. И я думаю, да, кейся, что-то как-то сложно мне там показать. Я сел, значит, за электронные, открыл электронный сборник и начал вот с него пить, пока меня не отвлекли эти воспитания. Потом я стал петь просто свою программу. Понимаете, поэтому столько всего нужно сделать. Конечно, я все равно буду каждый день этим всем заниматься. Иначе я просто потону. Мне кажется, я не справлюсь с экзаменами, с другими вообще никак. Даже по литературе. Потому что по литературе в Гнессе там хотя бы онлайн как бы это все делается, да, понятно. А в консерватории нет. Все очень. И еще там нужно произведение, понимаете. Значит, я-то только теорией сейчас занялся. Я пришла теорию. Так, мне же тоже нужно хотя бы найти, господи, список литературы, какой прочитать. Что хотя бы на экзамене по литературе, что они спрашивают. То есть какие произведения. Вот, поэтому, конечно, все очень так, вот так вот непонятно. Дел куча просто. Ничего делать особо не хочется. Ну, как хочется. Нет, конечно, здорово. Я вот занимаюсь своим делом. Литература и музыка. Боже, это просто... Но когда вот все нужно как-то вот быстро-быстро. И ты не знаешь, за что схватить. И не знаешь, что конкретно будет. То есть на что сделать какой-то акцент. Я вообще хер знает. Вот завтра я поеду к 11 на УЗИ съезжу. А к 5 я поеду к Яне Владимировне позанимаюсь. Мы с ней напишем диктант. Может, еще что-нибудь там поопределяем на слух. Вот. Потом искать будем погуляем. В субботу я, наверное, к ней к 12 съезжу. Вот. И... Ну, или к часу. Перед службой мне хотелось бы до нее доехать. Она живет просто там у нас. Риндик Диашан. Яна Владимировна. И мне бы хотелось до нее доехать. Тоже часик позываться. И вернуться обратно. Чтобы покушать, собраться и поехать на службу. Вот. Так что тяжело и непонятно. Уже ничего не хочется. У меня уже пропал этот весь... Все желание. Какой-то запал какой-то. У меня все уже как-то... Я уже, знаете... С одной стороны, надо. Да и хочется. Конечно, хочется. Но вот как такового желания. Прямо такого... Ух! Уже как-то уже все. Угасаешь, 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 угасаешь. Потому что ты все силы потратил на все вот эти консультации. Ты думал, что это... Ну, как бы... Как раз и есть основная твоя задача. Понравится, да? А экзамены еще только впереди. И ты вот думаешь, господи. Просто даже каких-то надежд точно нет. Потому что мне вчера сказали тоже в училище. Ну, знакомый педагог. Ты знаешь, что в Гнесинке такое сольфеджио там так дерут. Ты просто не справишься. Понимаете? И, конечно, меня тоже спросили сразу же, как у тебя с сольфеджио дела обстоят. Я говорю, ну, никак особо-то. То есть, ну, четыре у меня. Они такие, а, четыре, да. Понятно. То есть, вот так вот. Заебало так все. Вот думаешь, господи, нахер это тебе все нужно? Вот мы с Алиной вот когда встретились, мы думаем, господи, вот для чего человек еще вот этого учится? Вот это вот устраивается, чтобы умереть потом в конечном итоге. Нет, конечно, хочется какой-то жизни. Понятно, что без труда ты не будешь профессионалом. Но вот я считаю, что, например, все это как-то лишнее. Лишнее. Я же к вам поступаю учиться. А такое ощущение, как будто меня проверяют то, что, чему они будут учить. Просто так это забавно. На самом деле, правда, выглядит. Я когда проучился в музыкальной школе, я думала, сейчас я пойду в училище, и меня чему-то там новому научат. Они чему новому не научили. Научились всему тому же самому, только немножко с углублениями. И немножко построже оценивали, требовались тебя немножко. То есть, если раньше тебе там диктант по миллиону раз сыграют, да все за тебя там сказали. То в училище, например, такой же диктант, но чуть-чуть посложнее, естественно. Я говорю с точки зрения вокалистов, я не знаю, как у других, но вот именно. Чуть-чуть было посложнее. Чуть-чуть тебя там заставляли побольше шевелить мозгами, чтобы ты сам его научился писать. Все то же самое, все эти аккорды, все эти обращения, все эти интервалы, все то же самое. Я говорю, у вокалиста работа одна. Это петь, это постоянно с листа уметь читать хорошо, ну, чтобы слышать интервалы, да, слышать какие-то там, ну, не лажать, помимо нот, естественно, не петь. Ну, я считаю, что у вокалиста это на первом месте. Интонация должна быть просто, вот. И, как вы понимаете, да и на этом все. Все эти биографии, композиции, это очень интересно, я очень это люблю, но это не, ну, а литература, это очень все здорово. Ну, но мы же не на филолога поступаем, понимаете, чтобы нам, как бы, нас спрашивают реально, как будто как филологов. И русский язык тоже. То есть, как бы, это все нужно, но такие просто, ну, изложения, ну, ребят, ну, изложения. В Нижнем пишут в консерватории имени Глинки сочинения. Главное, я вам говорю, кто во что угораст в этой сочинении. В Питере диктант, диктант, блядь, пишут. В консе в московской изложений. И кто во что угораст, вы хоть определитесь, у кого, у каждого свои устой. Господи, это такая чушь на самом деле. Просто вот думаешь, боже мой, не легче ли реально какой-нибудь тест написать? Или, если вы хотите, ну, я не понимаю, просто зачем все делается. Проверить русский язык как? Ну, вот как? Как можно проверить русский язык? Грамотность. Если вы хотите проверять человека устно, так это можно на литературе сделать. Если вы хотите проверить грамотность человека, это реально тогда лучше диктант писать. Даже не сочинение, а диктант. Или сочинение, но, как бы, ну, понятное дело, что сочинение... Можно тоже уметь все это писать, но, как бы, там твое больше-то... Ну, шевеление мозгами проверяется, да, как бы, твой кругозор. Если пунктуацию, синтакси, вот это все, это слова вот эти, вот это, конечно, диктант. Сложение. Память, что ли, твою проверяют? Зачем память проверяют? Ну, конечно, да, оперные искусства подразумевают заучивание материала. Например, это мне вот, мне вот, например, это в училище никак не... Я вообще на русский как закончила в школе, это мне никак не мешало учиться дальше и заучить огромные объемы текстов. Я не понимаю. Русские должны знать. Но мы не филологи, чтобы это... Я вот его сдал в то время, на сколько-то там баллов, я уже не помню. У меня по-русскому 4 стоит. И все, как бы... А знаете, почему изложение? Вот изложение ЕГЭ не пишут сейчас. Сейчас пишут сочинение. И изложение последний раз пишут в 9 классе. И вы представляете, вот кто-нибудь, да и такого не будет, нет. Никто, потому что в консерваторию после 11 класса не поступает. Вот я вам клянусь, не поступает. Поэтому пишут изложение. Ну, как бы, смотрите. Если бы человек, например, после школы с результатами ЕГЭ поступил бы в консерваторию, что бы он, он бы это изложение не писал. Он бы его избежал, потому что, ну, оно не нужно. А в консерваторию не берут вот таких вот маленьких ребят. Там берут уже взрослых, понимаете? Которые ЕГЭ сдали сто лет назад, и они однозначно попадают на пересдачу именно в консерваторию. Вот и всё. Поэтому его и впендюрили. Ну, конечно, не знаешь, просто за что уже взяться изложение. Какое вот тоже изложение. Краткое, полное будет. Потому что, по-моему, в 9 классе писалось краткое изложение. Я не понимаю, литература, литература, что с ней не так, с этой литературой? Умение рассуждать. Это надо знать все содержания, понимаете? Такой объём просто. Смотрите, я ещё раз говорю, просто люди поступают взрослые в основном. В основном поступают взрослые или же после училищ. То есть они уже школу, ну, как минимум 4 года назад закончили. И за вот эти 4 года, ну, вот забывается вся литература. Потому что люди уже в училище, в училище участь. Я сейчас ещё раз повторяю, что после школы там вряд ли кого возьмут. Ну, просто все эти вот внутренние экзамены, они же по программе какой? По школьной. Больше-то там не спрашивают. То есть какой-то кругозор там, кто-то ещё читаешь. По школьной в основном всё программе. А школьная программа уже забывается. А держать её постоянно в голове невозможно. Что по-русскому, что по литературе. Что, собственно, и по музыке. Вот я 2 года не занимался. Ну, ладно, год я не занимался, год. Чисто не занимался. 2 года я, ну, как бы назад, я ещё как-то занимался. Там всё равно присутствовала. Но опять собака здесь. Пошло вон отсюда. Вон пошло. Козу. Даже не идёт. Вот зачем её, я не понимаю. Ну, вот мне жалко собачонку на самом деле. Вы не думаете, что я какой-то там монстр? Ну, просто жалко. Зачем? Она вот бедная ходит с хвоста опущенной, непрекаянная. Её никто не кормит, наверное. Или кормит, и вот она блондица. И орёт целыми днями. И ещё рыжий снит вот это. Вот я утром сегодня шёл, вот она же была. И вот она ходила вот такая вот, и сейчас ходит. Зачем заводить собак, я не понимаю. Короче, вот, понимаете, все эти экзамены, все эти внутренние экзамены нацелены как бы на школьную программу. Всё же забывается. Короче, я не знаю. И музыка, я вот говорю. Я ещё занимался, да, но сейчас уже всё. И я как-то заново просто учусь. Заново не по теории, а именно по практике. Теория, она, понимаете, ну что я? Я же вам говорю, всё одно и то же. В музыкальной школе одно и то же. Все одни и те же правила. В училище одно и то же. Всё изучается. Вот эти все хроматические, эти характерные интервалы. Всё вот на какую ступень строится, куда разрешается эта вот теория. Всё это понятно. На построение там септаккордов от ноты. Даже не в тональностях, а потому что в тональностях уже все знаки. От ноты. Всё ты это знаешь. Как бы это достаточно повторить. Но практика, вот, я же сейчас и занимаюсь определение на слух, петь листа, писать диктант. Боже, господи, как я? Я уже не могу. Я вот сижу, я думаю, какой же я просто деградант. Я ничего не могу сделать. Ничего. Я не знаю, что делать, короче. Ну, как бы я, конечно, приеду туда, в Москву. Я там буду заниматься. Потому что, что я там один буду, всё равно. Инструмент есть. Буду писать, сидеть и диктанты, и читать с листа. Может, я что-то возьму с собой. Из этих всё-таки возьму, может, книжку одну какую-нибудь. Да, они вся в руке написана, поэтому я не понимаю ничего. Какие-то очень сложные. Не знаю, что делать. Ой, вот такие вот дела. Вот, 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 вот. Одноголосие, чтение с листа. Ну, тут такой пиздец. Вот, очень сложно. Вот это, вот, это читать очень сложно. Оставь, что-то. А, это... Обложка. Надо мне что-то у меня, четыре-таки сборника. Четыре-таки сборника. Нужно, короче, один какой-нибудь выбрать. Может быть, там есть нормальное напечатание. Так что, вот, мои хорошие. Всё как-то... Вроде настроение есть. То есть, как бы, ну, всё нормально. Но вот это очень держит. Вот эта непонятка. Вот эта вот хрень собачья. Понимаете, вот, обидно, знаете, чё? Вот ты готовишься. Ладно, я такой раздолбай. Я готовлюсь, ну, так вот, вот так вот просто сижу и хренью страдаю. А люди, которые действительно готовятся. Сколько там, вот, мне даже телефоны... А, сейчас я вам вкажу. Сейчас. Сколько? Человек, наверное, сто. Я уже раскачал, человек сто. Сейчас хрень какую-то пишет. Вот смотрите, ребят. Сейчас вам покажу. Вот. Вот это вот первый день. Вот он идет. Первый день прослушаем. Второй день прослушаем. Это всё фамилии. Третий день прослушаем небольшой. Четвертый день прослушаем. Пятый день прослушаем. В него я иду, по-моему, да. Шестой. Шесть дней прослушаем. Вы видели, сколько народу бежит? Видели, сколько народу? И из этого всего... Блин, ещё одна шавка. Из этого всего, понимаете, поступит 15 человек. Просто... Я вот к этому отношусь очень похуистически, правда. И ругайте меня, не ругайте, но это правда. Потому что, ну, ради этого жопу драть. Я всё, что в моих силах, конечно, сделаю. Ну вот, а представляете, это я. Вот я вот такой человек, вот я, ну, похуист где-то, да. А вот есть люди, которые задрочи какие-нибудь. Они там прям... А вокалисты же, господи, это же такие люди. Ты приходишь, когда на вот эти прогрессы... Они же все такие там... Ходят такие... Фу... Это кто вообще? Ты вообще петь не умеешь? Всё, заткни свой ротик, понимаете? Ну, вот такие там. И когда им просто вот отказывают... Для них это удар под дых, понимаете? Не знаю, то ли самодостаточность моя, то ли высокомерие какой-то. Не даёт мне вот раскисать в этом плане. И особо-то... О, Валерия Шотт. Ну, наконец-то. Я ей звоню каждый день. Мне надо ей чашку-то отдать. И хотя бы позаниматься. Она вообще трубку не берёт. Вообще. И даже не перезванивает. Звонит. Да, Валерия Шоттна? Здрасте. Что-то мы пропали. Я не обижаю. Засада такая сработает. Я всё работаю. Знаешь, хотя уже нужно в отпуске быть. У Марины там экзамены каждый вечер хожу. Вчера прослушивали двоих посредительства у нас в филармонии. И, в общем, вот так вот все. Я там... Ну, ладно. Мне просто вам подарок. Мне... Да я не... Мне подарок надо вам передать. Ириночка Евгейда вам передала. Да, нужно передать. Да. А как, когда? Вот я даже не знаю. Я-то четвёртого уже выезжаю. Завтра у меня... С утра я на УЗИ еду, вот к одиннадцати. До трёх? Ну, ладно. А это... Так, ну, вы никуда не пойдёте, да? Я просто там и не буду в центре того. Я вчера там был, позавчера. Ну, каждый день. Так, а в субботу, если? Да, в субботу. Ну, дома, да? Или где-то? А я вот могу, знаете, к вам заехать перед службой. Я же всё равно через центр еду. А у меня в пять служба. Я где-нибудь в четыре, там, в три тридцать выйду из дома. К четырём там подъеду. К четырём тридцати где-то так. Ну, я так и знал, что сейчас связь пропадёт, потому что связь дебильная. Валей, что-то уже там... Кружку-то надо передать. Сейчас перезвонит. Ненавижу, когда связь вот эта вот, либо связь, либо ещё чего-то пропадает, потому что начинаешь друг другу звонить и занят. Звонишь ещё раз, занят. Звонишь ещё раз, пока вот кто-нибудь один не... И не перестанет звонить. Да, Валерь, что-то надо. А я вас не очень хорошо просто слышно. У вас прям вы там, блядь, вот так вот. Да. Ну, ладно. Ладник, да, ну а что бы не получится-то? Получится. Я просто тогда за час, да, выйду. Не в четыре, а в три выйду тогда. Там, может, минут тридцать будет. Ладно, тогда в субботу. Но я вам надо ещё позвоню там в субботку с утра, ладно? Ну, днём где-нибудь так. Всё, договорились, хорошо. До субботы. Всё, договорились. Короче, в субботу я иду, занимаюсь ещё один день. Сияна Владимировна, и где-то мы к часу в двенадцать лет. Потом я говорю, я вот приеду домой. Вот сейчас я ещё к Валерии что-то не должен доехать. То есть я обычно в четыре выхожу на службу. Придётся выходить в три, чтобы... Она говорит, давай хотя бы кофейку с тобой дёрнем, поболтаем. Ну, окей. Вот. Вот, короче, вот столько народу поступает в консерваторию. Вокалистов всегда очень много. Очень много. Все же считают, что они умеют петь. Прям гениально и замечательно. Они реально умеют петь. Но я не знаю, что нужно в консерваторию сделать, чтобы туда попасть. Но хочу сказать, что в том году я рассматривала только консерваторию. В этом году... Нет. Не хочу. Я пришёл так... Вот жизнь меня всё время как-то... Понимаете, нас-то... Ну, как бы получается так, что жизнь моя мне показывает, какие лучшие стороны. Всё-таки для вокалиста... Вот та же нетрепка. Она же не закончила консерваторию. Она поступила, но она не доучилась. Она стала выступать. Её стали везде приглашать, брать всё. И она не стала дальше доучиваться. Понимаете? Поэтому неважно, где ты учишься. Просто я вот хожу... Я вот в этом же году много куда ходила. То есть и Питерская консерватория, и Московская. Я вот смотрю на педагогов. Ну, пиздец. Я не завидую ребятам, которые будут учиться у этих педагогов. Ну, я не знаю, какие это люди, как люди, но как педагоги, это не моё совершенно. Это не мой типаж. Это не моя школа. Это не мой просто человек в плане преподнесения информации. Совершенно не мой. Поэтому... А ведь самое-то главное, что в нашей профессии постоянно выступать. Не за деньги. Не пихать себя куда-то насильно, чтобы тебя только увидели. Какие-то там проекты, какие-то концерты. Нет. Нужно выступать так, чтобы тебя приглашали, звали. Или же ты предложил, а тебя одобрили. То есть, конечно, тебя звать не будет, особенно по ночам. Но просто вот, например, какие-то маленькие концертики. Хорошие. Но так, чтобы ты выступил, и ты всем понравился, что ты задел людей. И начинать с малого и в гору, в гору, в гору, в гору. А вот эти вот какие-то фестивали проплаченные, куда-то ты всё время суёшься, пихаешься. Но я считаю, что это бестолковое дело, потому что это только светится. Ну, а какой смысл от того, что ты просто светишься? Никакого, абсолютно. Вот. Нужно же это как-то осознанно всё делать. И вот что главное. Видите, меня уже Ирина Игоревна Долженко уже мне наговорила всего столько-столько, мы тебя туда-туда-туда. Конечно, пока это всё слова. Естественно. Но она мне сказала такую фразу, не теряйся, пожалуйста, нас не оставляй. Мне просто это так за сердце сказать. Вы понимаете, человек уже, ты не успел поступить, она уже тебе даёт проекты за деньги, которые ты будешь получать, деньги за это. Не проекты, а вот, ну, вообще проекты, да. То есть вот это готовят, да, и куда-то едут там выступать или здесь выступают в Москве. Понимаете? Вот что главное. Не учёба. И главное найти своего педагога по духу, по, желательно, по темпераменту, конечно, по характеру, может быть, даже где-то, да. Чтобы голоса, вот это прям очень хорошо, если голоса совпадают. Естественно, в моём случае эта женщина должна быть не мужчина, вот, и даже не тенор, потому что я вообще не пою тенором. Вот, вот так вот, понимаете, всё должно быть как-то вот, ну, твой человек. Вот самое главное, педагога найти, и чтобы ты всё время практиковался. То есть реально где-то там пел. Пускай это будет церковь, пускай это будут какие-то концерты, куда тебя будут звать там выступать. Движение должно быть. Вот мне сказала Ирина Игоревна, она говорит, в своё время, ну, когда я там, я только первый раз пришёл, она говорит, ты знаешь, почему я вам рассказывала, ты знаешь, почему у тебя спросил, у тебя попросил заведующий кафедрой нашей Гнесинки найти себе пару? Потому что если ты, говорит, поступишь, он тебя сведёт с какой-нибудь сопронисткой, тут девчонкой, вы будете петь барочную музыку на всех концертах, понимаете? Вот так вот. И это главное, это правда, нужно петь на всех концертах, нужно всегда быть, даже не то, чтобы показываться, ладно, показываться. Ты должен быть всё время в тонусе, ты должен быть привычным к сцене, к публике, понимаете? Вот что важно. А я понял, что в консерватории это тухленько, что в питерской, что в московской. Прям вот тухленько. Чё-то там совсем ничего, понимаете? Никакой недвижухи, ничего. Я не почувствовала этого. Просто, ребят, жалко, я вот иду реально, вот в консерваторе, все сидят, музицируют, что-то машут руками, готовятся к поступлению. И думаешь, господи, а вот люди, бедные люди. Вот реально, вот, ну... А в Гнесе как-то люди не около здания, как в консерватории, а в самом здании, понимаете? Все общаются, разговаривают, знакомятся и так далее. С педагогами хорошо. Нет какого-то панибратства. Ну, или как это назвать-то? Ну, то есть вот я не заметила, например, в Гнесе и в питерской тоже консерватории, я этого не заметила, что кто ты и кто я. А в московской я это заметила. Слишком там все о себе высокого мнения. Я не жалуюсь, я нисколько не осуждаю, мне вообще все равно, я еще раз говорю, то есть я как бы вообще, ну, наверное, нет, вот, ну, никакого желания у меня особо нет. Просто сейчас, оценивая всю ситуацию, ну, что ты там будешь, правда, вот что? Ну, вот как-то не знаю. Ладно, заболтался, заболтался я с вами, заболтал я вас на 40 с лишним 50 минут, там уже, ну, это вообще-то, конечно, я не говорю, я не умею мало разговаривать, если я болтаю, то это пипец. Ну, вот, ну, так что вот такие вот, допустим, я это говорю все, потому что самому же себе доказываю, понимаете, я же самому себе в первую очередь это все говорю. Пытаюсь себя как-то убедить, наверное, да, что, как бы, главное для артиста это выступление, постоянно регулярное выступление. Ты можешь ничего не закончить, но если ты будешь постоянно выступать, выступать, потому что, ну, тебя приглашают и так далее. Я еще раз повторяю, не вот там, где там в каком-нибудь сраном фестивале поучаствовать, заплатить кучу денег, что тебя показали там один раз по телевизору, ну, потом еще раз день показали, и тебя все равно никто не знает, как бы, да, потому что таких как-то там жопой жуй. Вот, или там еще где-нибудь каких-нибудь, ну, таких моментов. И я чувствую, что в Гнессе будет больше свободы в этом плане выступать, например. Ну, я говорю, как будто я уже там поступила, уже выбираю, сижу. Нет, нет, ну, просто, да, да. Я к чему это? Просто, что можно будет еще в проекте в каком-нибудь поучаствовать, тебя отпустят, ты говоришь, что тебя отпустят. В консерватуре все очень строго. Там реально люди томятся, вот прям томление какое-то. Ой, там такое все прям... Понимаете, вот... Не знаю, вот в московской, по крайней мере, не знаю. В общем, думаю и готовлюсь. Мне уже все заебало это, не могу никак ничего делать. Поеду сейчас в Москву, когда 4-го, 4-го числа, в понедельник. Естественно, экзамен там начнется только с десятых чисел, за исключением там онлайн каких-то экзаменов. Вот. И поэтому у меня будет время подготовиться, еще там посидеть. Нужно взять с собой, придется тащить баулся, потому что еду на две с лишним недели. Баулами опять, блядь, с книгами, с нотами. Вот, со всей этой хренью. Бабла тоже ограничена. Сейчас вот буду решать, считайте, вот пойду УЗИ сделаю, позанимаюсь. Потом мы хотим еще собраться с клиросом. Не знаю, соберемся мы на этой неделе или нет. Ну, в воскресенье. У нас же, как это по традиции, мы собираемся есть. Уже как тепло стало, какой я уже красненький сижу. Вот. То есть везде-везде бабло. Там все-таки две недели. Вот сейчас будет... Простите, а к чему, что позаниматься еще раз удал? Женка, наверное, у меня не получится за деньги. Но я думаю, ей не надо. Потому что в последний раз, когда я занимался, она мне такая, да зачем? Да ладно. Она мне сказала, да ладно, вот так вот. Но я, конечно, все равно перевел, сколько нужно. Потому что даже как бы нельзя... Это просто благодарность. Реально благодарность. То, что, кстати, у нее я так отдыхаю, всегда сижу. Я так там кайфую. Вот. Какая-то у них там добрая очень атмосфера. Какая-то вот... Не то, что добрая. Я знаю, что потом все вскроются, всякие подводные камни. Ну, не в этом. Легкая, вот легкая. Вот эти люди какие-то вот... Ну, блядь, не ебут мозги. Вот я не люблю сложных людей. Принципиальных очень принципиальных. Я сам принципиально. Ну, прям, когда на каждом шагу принципиальный человек. Ну, прям, ну, тяжело. И ты думаешь, господи, да боже мой, а. Вчера Яна Владимировна у меня еще запугалась. Эта общага говорит. Ой, я не смогла жить в общаге. Но она в Питере... Ой, фу, в Нижнем училась в консерватории. Там все-таки подешевле, ну, чем в Москве-то, если брать. Я говорю, боже мой, он говорит, это ужас, это ад какой-то был. Я прожила просто ад в этом общежитии. Я просто, к чему? Я хочу квартиру-то покупать, но мне же нужно дождаться, пока Кирилл исполнился 18 лет. 18 лет ему исполнился только через два с половиной года, чтобы только-только подать на, как бы, ну, объявление, там, да, к риэлтору сходить, там, к нотариусу, кому-то, к юристам, чтобы только ее продать. Я уже пол-получебы просижу в общежитии, ну, вот, и либо снимать действительно комнату и отдавать туда все деньги, просто чтобы жить хотя бы в комнате, ну, у кого-нибудь, то есть на квартире, потому что в общежитии это, конечно, очень тяжело. Но мне сказали, что там прям замечательные, вот в Гнессе точно замечательные такие прям там комнаты. Все, дорогие мои, пойду я заебал, мне этот треп уже не нужен вообще никому и себе, и мне. Все, мои дорогие, спокойной ночи, до завтра, мои сладенькие. Может быть, я, не может быть, а надо, все, надо, короче, в эфирчик выйти как-нибудь, да, надысь, хотя бы перед. Но Ирина Евгеньевна сказала, что Wi-Fi она сделала, или сделает, короче, надеюсь, что сделала, потому что я буду там онлайн сдавать этот, поэтому интернет будет хороший. То есть уже будет не то, как у меня грузило сто лет в обед, уже будет нормально загружаться, я надеюсь. Все мои.